всем привет мы начинаем вторую лекцию и тема этой лекции основы символизма и ассоциации второго хотел бы вас попросить прежде чем вы начнете смотреть эту лекцию достать вашу колоду таро и все лекции все разделы этой лекции проводить вместе с картами почему потому что мы будем знакомиться очень плотно символизмом и нужно чтобы карты были под рукой кроме этого у нас в этой лекции будут практические занятия связанные с практикой раскладов то есть такие ассоциативные расклады где мы будем рассматривать карты сравнивать смотреть на картинки и находить в них много ассоциативных символов и тогда тема темы сегодняшних этой лекции сегодняшней лекции по тему это символизм стихий мы поговорим с вами о мастях и символизма стихий которые заложены непосредственно второго в виде каббалистической системы или каббалистических обозначений и в этих самих картах мы будем находить очень много символизма стихий это как бы основной акцент или основная тема карт где мы находим определенные ассоциации через символизм стихий также мы с вами поговорим о полярном аспекте то бишь мы поговорим о фигурных картах и посмотрим как работает поляризация следующий раздел у нас будет колористика наполнение мы поговорим о цветах вы заметили что карты райдер уэйта они очень цветные красочные и цвета довольно контрастная это тоже очень мощный символизм который мы будем рассматривать в этой лекции следующее это композиционное положение тоже очень довольно интересный элемент где расположение тела расположение композиционные центральные образы или второстепенные образы которые несут очень серьезный такой символизм и этот символизм естественно вызывает определенные ассоциации и при трактовке раскладов композиция имеет не меньшее значение чем колористика и стихии также как и фигурных карт пятый раздел мы поговорим о мифологии мистицизме будем использовать некоторые моменты тоже нам нужно будет во всех пяти разделах карты таро и особенно в шестом разделе это ритуальности динамика и статика там уже нам нужно будет взять древо сифирот и делать такие вот пассиансы расклады естественно это все будет заданиях для того чтобы вы могли отработать практически эту лекцию ну и интерактивная встреча мы с вами по упражняемся такие вот упражнения будут у нас чтобы мы могли разложить карты и посмотреть какие есть варианты наших трактовок наших ассоциаций в общем в этой лекции учимся символизм ассоциировать и этот символизм мы будем изучать итак первый момент это символизм первая тема символизм стихий в этой части видео это первая часть мы рассмотрим с вами символизм стихий мы в предыдущие лекции с вами уже говорили о том что определенная символичность есть стихии то есть они разделены на масти это младшие арканы и в них есть проявление стихий так вот каждая масть ассоциируется с одной из четырех стихий как бы напоминаю вам жезла это огонь активность интуиция напористость страстность я бы добавил воля движение то есть это всегда ник некий такой активный элемент и жезлы всегда говорят о активности событий или активности персонажа поэтому ассоциации с огнем мы уже имеем то есть активность интуиция напористость страстность вторая часть и в этой части мы с вами поговорим о полярных аспектах и в данном случае конечно вам казаться касаться фигурных карт или мужского и женского начала второго что очень важно в этих полярных аспектах наверняка вы были вы знакомы с моей статьей которую я написал специально для этой части лекции и не я хотел бы ее зачитать ну во первых то не знаком с этой статьей но естественно и ей дать трактовку то есть толкование что я имел ввиду когда я писал эту статью и на что следует обращать внимание особенно с учетом фигурных карт которые во многом обозначает мужское или женское начало и в данном случае в раскладах могут показывать как событийном ряду так и в самом поиске или исследовании расклада на определенные взаимоотношения вообще все отношения они могут показывать нам через фигурные карты но для начала опять же напомню что нам необходимо понять принцип образования ассоциаций и в данном случае фигурные карты нельзя обойти в этом понимании ассоциаций это первый момент второй момент напомню что даже в этой части я рекомендую достать ваши карты таро райдер уэйта вытащить фигурные карты разложить перед собой и в общем то начать слушать эту лекцию именно разглядывая карты ну и слушая то что я предлагаю для размышлений так изначально мы с вами обсудим статью которую я написал под тему полярности второе или вечный вопрос мужского и женского третья часть второй лекции и в этой части мы рассмотрим колористику наполнения в первую очередь я хотел бы вас попросить напомнить вам что мы в этой лекции работаем взаимодействием плотненько с карт поэтому карты пишите перед собой и более того в этой части я бы попросил разложить все карты если позволяет место чтобы вы могли разложить все карты и рассматривать их притом не обязательно их сортировать по определенным значениям или по мастям просто рассматривайте цветовое наполнение то есть разглядываем карты это наша часть колористика наполнения колористику первую очередь нам нужно связывать ни с чем иным как со стихиями потому что значение цветов в картах райдеру уэйта мы уже наблюдали они очень яркие насыщенные цветные и эти карты тоже имеют цветовом в колористическом аспекте имеет очень мощное значение также было бы неплохо я его не представил вам в этом видео но было бы неплохо если бы вы нашли колористический круг он вам какой-то степени поможет представлять цвета и то же самое время видеть переходы то есть 12 цветов которые покажут вам переход и так чтобы у вас хотя бы было представление о колористике но колористику давайте мы не будем привязывать колористику бытовую дизайнерскую колористику и так далее спектральную колористику колористику физики мы не привязываем к потому что мы в первую очередь рассматриваем символизм цвета это первое и также мы в этом находим некоторые ассоциативный аспект который нам поможет лучше понимать карты таро в их ней трактовки практическом применении всем привет в этой части мы с вами рассмотрим композиционное положение и естественно на что и в этом разделе нам необходимо разложить колоду райдера уэйта для того чтобы у нас были наглядные картинки чтобы мы видели то что то чем мы будем с вами говорить напомню что мы рассматриваем композиционное положение именно для того чтобы мы могли выработать ассоциации картах таро и композиционное положение они скорее всего нам привлекает ассоциативный ряд который может нас вдохновить при основные пять направлений которые я выделил это природный ландшафт цветы и плоды растения животные симптила рукотворное строение которое наполнены многие карты таро данном случае наполнены этими символами и эти символы могут нам рассказать еще дополнительно ассоциативные возможности трактования при раскладе пятая часть нашей лекции и в этой части мы поговорим с вами о мифологическом месте мистицизме вернее я объединил название как мифология и мистика как бы двойное название и мы здесь не будем говорить плотно о мифологии мистицизме разбирая каждую карту для этого у нас будет достаточно времени для разбора каждой карты в отдельности особенно вы поймете что мы сможем в некотором смысле сравнивать эти границы между мифом и мистикой но самое главное то что вы сами первую очередь должны наработать свои ассоциации относительно мифологии мистицизма потому что понятно что основные моменты мы будем с вами изучать в лекциях где будем изучать карты таро каждую в отдельности но ваши личные ассоциации или наработки они имеют более важную более сильную сторону для наработок прежде чем мы начнем эту часть я хотел бы прокомментировать как всегда свою статью границы мифов и мистики 2 вы ее очевидно читали вы знакомы если не читали то прочитайте со мной еще раз рекомендую прочитать и вдуматься я постарался здесь изложить свой взгляд на границы между мифами и мистикой и как они отражаются в таро и какие ассоциации мы можем дополнительно взять по символам таро райдер лайт шестая часть ритуальность динамика и статика в этой части мы с вами поговорим о значениях усиливающих или ослабляющих и создающих динамику или создающий статичный аспект определенных сефир данном случае мы выбрали сефиру тиферет которая переводится как красота и мы знаем что в сефире тиферет это 4 масти шестерок втором рыцарей снова привет и мы сейчас обсудим с вами практику для того чтобы мы могли к лекции номер два для того чтобы мы могли с вами более плодотворно пообщаться в прямом эфире но как прямом эфире интерактивном чате вы уже были на про на интерактивной практике и естественно что мы готовимся ко второй встрече традиционно у нас будут вопросы для самоконтроля и соответственно эссе на тему символичность описание и ассоциации втором что вам нужно будет сделать ну во первых у вас сами вопросы для самоконтроля даны в виде упражнений и мы видим что 6 частей лекции и 6 упражнений вам необходимо будет выполнить подробные инструкции они описаны и и и